Привет дорогие мои друзья, сегодня мы с вами распакуем приточную вентиляцию Тион с функцией фильтрации и подогрева воздуха. Хоть это и не китайская посылка, но есть как минимум две причины, по которым я решил вам её показать. Первая причина это есть мысли подключить её при помощи инфракрасного шлюза к системе умного дома Mi Home. Получится это или нет, мы с вами узнаем в следующих видео на канале. С удовольствием показал бы в этом, но к сожалению шлюза у меня сейчас на руках нет. А если вы не понимаете о каком шлюзе идёт речь, то ссылочку на него я вам оставлю в описании под этим видео. Ну а вторая причина, она наверное самая главная. Почитав интернет я понял, что много людей страдают от курящих соседей снизу. Табачный дым поднимается вверх и через ваше открытое окно попадает к вам в квартиру. Явление неприятное, но к сожалению очень распространённое. А вот в этом видео, которое я снимал для вас ранее, мы с вами распаковывали клапан домвент и устанавливали его под окно. Воздух с улицы проходит предварительную фильтрацию, клапан блокирует шум, ну и соответственно воздух в зимнее время нагревается от батареи. Этот клапан является очень эффективным решением для проветривания без открывания окна. Воздух в квартире всегда чистый, шума нет, пыли нет, почти идеально, но не в том случае, когда у вас курящий сосед снизу. В той квартире такой проблемы не было, поэтому там ставили домвент, а в этой квартире будем ставить теон. Конечно теон это удовольствие не дешёвое, но с другой стороны нервы ведь дороже, потому что запретить соседу курить это как минимум неправильно. Он ведь находится у себя дома и что хочет там то и делает. Ну а смириться с этим крайне сложно. Теон берёт воздух с улицы через большое отверстие расположенное в задней части. Давайте снимем крышку и посмотрим что же происходит с воздухом дальше. Здесь внутри расположены фильтры, причём в базовой комплектации будет только один вот этот вот F7 фильтр. Он способен очистить воздух от загрязнений более 5 микрон. И если вы страдаете аллергией, то по идее этого фильтра будет достаточно. С одним таким фильтром теон стоит 21 900 рублей. Далее воздух из хорошо изолированной камеры поступает в нагреватель. Эта камера адаптирована электронной заслонкой и если прибор выключен, заслонка герметично закрывается. И в нагреватель, мощность которого 1400 ватт, воздух попадает уже отфильтрованным. Фильтр, идущий после нагревателя в базовую комплектацию не входит. То есть там есть разные варианты фильтров и вот этот фильтр он самый дорогой. Потому что способен очищать воздух от запахов до 99%. Вместе с этим фильтром теон обошелся мне чуть больше 25 000 рублей. Но это не реклама, я вам даже ссылки оставлять не буду. Я лишь показываю вариант, который выбрал для себя сам. Под фильтрами в самом низу находится 4-х режимный электромотор с вентилятором в виде беличьего колеса. То есть получается за чуть более чем 25 000 рублей мы получаем вот этот пластмассовый ящик с фильтрами и еще 4 000 рублей придется отсчитать за его установку. Здесь на видео вы видите, как я изучаю вот этот стык. Внутреннее кольцо полностью выполнено из мягкого материала и наружнее уже отдельно приклеено на пластмассовый корпус для лучшей герметизации. То, что я покажу вам дальше, повторять крайне не рекомендую. Я попытаюсь сэкономить на установке. Чтобы сэкономить на установке, нам с вами потребуется купить вентиляционную решетку, выполненную из нержавейки и защищенную сеткой от насекомых. Полметра пластиковой 100 миллиметровой трубы длина будет зависеть от толщины вашей стены. Монтажную пену, либо вместо нее можно использовать фольгированный изолон. Это понадобится для теплоизоляции трубы в стене. Чтобы просверлить стену, купил коронку с удлинителем. Она обошлась мне в 2050 рублей все в сборе. Плюс пена, кусок трубы и решетка из нержавейки 2600 рублей. Вот вам и экономия. 1400 экономим, получаем в подарок коронку и кучу геморроя. 100 миллиметровая труба очень плотно помещается в уплотнитель прибора. Отверстие сверлим 120, а излишнее расстояние утепляем пеной. Сверлить будем стену из мягкого пенобетона, утепленную 100 миллиметровым пенопластом. То есть толщина стены 400 миллиметров. В обязательном порядке отверстие нужно сверлить как бы сверху вниз. То есть оно должно находиться под углом. Чтобы в случае дождя вода по трубе не затекла к вам в квартиру. Устанавливать приточку можно на любой стадии ремонта. И в данном случае будем считать, что ремонта нет. Потому что эти ужасные обои в скором времени планирую переклеить. Она очень легко снимается и ставится назад. При сверлении каких-то маленьких отверстий пылесос действительно помогает избавиться от пыли. Здесь он помог разве что снизить ее количество. Казалось бы стена мягкая и в сверлении не должно возникнуть проблем. Здесь вы слышите стоит чуть-чуть сильнее надавить и коронка останавливается. Механизм перфоратора начинает прощелкивать. Конечно на скорости коронка проходит мягкий пеноблок. Но вот если бы это был бетон, таким способом просверлить его не получится. Конечно же я забыл купить лопатку для перфоратора в магазин. Идти мне уже не хотелось. Решил обойтись подручным способом. Потому что каждый раз чуть-чуть просверлив, нужно выдалбливать вот этот пятачок. Обычно когда сверлишь отверстие под розетки маленького диаметра, он сам выламывается в мягкой стене. Но когда диаметр 120 мм, конечно же это все приходится выдалбливать вручную. Несмотря на постоянно работающий пылесос, пылище даже вот на этом первом этапе полетело вообще везде. В общем вот так нужно сверлить, пока не просверлить и насквозь. Сверлим, долбим, сверлим, долбим, сверлим, долбим. Понятно, что чем глубже вы сверлите, тем сложнее долбить. Первый пятачок я выдолбил молотком, а дальше использовал молоток и длинный бур. Я также пробовал долбить перфоратором в режиме удара, но молотком по итогу оказалось удобней. Спустя полчасика в стене образовалось уже внушительные глубины отверстия. По стыку пеноблоков здесь можно видеть, что оно просверлено под углом. Возможно вы смотрите это видео и вам кажется, что все очень просто. Сверлишь, долбишь, но на самом деле, друзья мои, это не так приятно, когда у вас на зубах скрипит песок. Когда мы сверлили отверстия под клапан дом-вент, вроде бы так же перфоратором, но грязи было гораздо меньше. Потому что там не приходилось выдолбливать куски из стены, да и отверстия, в том случае, если вы посмотрите видео, ссылка, кстати, будет в завершающем окне. Коронка и сверлилась лишь на определенную глубину, а дальше проходилась широким буром. Само по себе сверление отверстия по времени заняло не больше часа. Но вот на уборку ушло раза в 4 больше времени. Потому что вся мебель, все предметы в комнате, вся бытовая техника были покрыты одинаково ровным слоем строительной пыли. Все знают, что монтажную пену очень тяжело отмыть от рук. И угадайте, что было дальше. Правильно, я взял вот эту металлическую решетку, напенил по периметру, вылез наполовину в окно и на пену вклеил в трубу. Конечно же, вклеился сам, ведь перчатки я не надел. Даже не знаю, как снимать для вас следующие видосы, ведь отмыть пену получилось только с кожей рук. В большей степени пострадала левая рука, именно ей я и вклеивал решетку. Вроде вляпался ты немножко, но пытаясь оттереть, еще больше размазывал пену и втирал ее в остальные пальцы. Поэтому при работе с пеной будьте осторожнее и используйте защитные средства. Можно считать это платой за недооценку чужого труда. Сюда же можно отнести бесплатную стоянку во дворе, скачивание фильмов, сторентов. Все любители халявы рано или поздно страдают. Они могут сами не понимать последствий, но последствия есть всегда. Я не дал заработать монтажнику, а потом точно так же кто-то решит сэкономить и не даст заработать мне. Поэтому, друзья мои, цените и уважайте чужой труд. Считаю, что в России это проблема номер один. Одни люди забирают хлеб у других, тянут на себя и получают. В итоге всем плохо. Результат, как видите, получился. Отличные отверстия совпали. Бриз заработает. Кто-то скажет, а зачем платить больше? Вот точно так же может сказать вам ваш начальник на работе. Вам понравится? Ладно, отвлеклись немножко. Видео сегодняшнее совсем не об этом. Лучше давайте посмотрим, как работает электронная заслонка. Чтобы увидеть работу, необходимо закрыть крышку, выключить приточку и подождать некоторое время. Работу электропривода заслонки можно услышать, только если прислонить ухо вплотную. Теперь отверстие герметично закрыто, а весь верхний отсек, как вы видите, очень хорошо утеплен. Здесь даже есть датчик температуры, показания которого отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Кнопки пульта и кнопки на корпусе устройства абсолютно идентичны друг другу по функционалу. В корпусе здесь есть инфракрасный приемник, именно его я и хочу использовать для связи со шлюзом Xiaomi. Посредством этого приемника мы будем управлять устройством удаленно. Это в теории. Как в практике будет, мы посмотрим в следующих видео. Поэтому, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Значит, при включении цифра слева, это температура внутри камеры. То есть, по сути, температура воздуха на улице. Так как мы закрывали заслонку, датчик у нас нагрелся и температура больше. Сейчас она постепенно будет падать. Стрелочками вверх-вниз мы можем изменять скорость вентилятора. И о выбранном режиме будет свидетельствовать количество делений. Следующая цифра, это температура исходящего воздуха. Ее можно выбирать любую. Если она ниже температуры воздуха на улице, то, соответственно, подогреватель у нас будет выключен. Если вы установите температуру выше, чем на улице, то будет включаться подогреватель и поддерживать установленную вами температуру. Конечно же, здесь есть минус в виде платы за электроэнергию, но зато воздух, попадаемый в вашу квартиру, будет уже теплым. Дальше нажимаем кнопочку SET и настраиваем текущее время. Нажимаем еще раз и здесь мы можем активировать будильник. Нажимаем ON, дальше кнопочку SET, устанавливаем время запуска, то есть вверху у нас написано старт, в это время приточка включится. И время STOP это то время, когда приточка выключится. Следующее значение, которое мы можем установить, это температура закрытия заслонки. То есть, если на улице будет холоднее, минус 25 градусов, заслонка закроется и бризер выключится. Следующее это ресурс фильтра в днях. Здесь устройство будет напоминать нам о необходимости замены фильтра. Ну и все, в общем-то, дальше все функции повторяются по кругу. Чтобы ощутить все прелести приточки, много времени не потребовалось. Сразу же после установки, даже в то время, когда я убирал строительный мусор в комнате, уже было понятно, что воздух свежий. И про курящего соседа можно сразу же забыть. Самый слабый режим работает очень тихо и приточку вполне можно эксплуатировать ночью. Сну она не мешает. Я спал сегодня и мне кажется во сне улыбался, потому что, друзья мои, свежий воздух, тем более на контрасте с тем, что было и что стало, ну это вообще просто земля и небо. Очень круто. Честно скажу, внешне она мне не очень нравится. Есть модели и посимпатичней, ну и стоят, правда, соответственно дороже. Но ее ведь можно спрятать за шторку и на приток свежего воздуха это совершенно не влияет. Это как робот-пылесос, купив и попробовав один раз, уже не представляешь жизнь без этого устройства. Однозначно, если приобретете, не пожалеете. А я надеюсь, это видео вам понравилось, сами знаете, что делать. С вами был Александр, добра вам, удачи, позитива, хорошего настроения, пока-пока.